Художество не может рассказать. Я не настолько была увлечена им первоначально. Я очень люблю эту оперу. Князь Игорь неудачник? Пошел в поход, нагреб проблем, потом расхлебывал. Ну и зачем мне это, спросите вы? Да все очень просто. История циклична, да и человек со временем не меняется. Все те же проблемы и те же решения. Ведь новое – это хорошо забытое старое. Большой театр Беларуси в новом прочтении партитуры Александра Бородина «Князь Игорь» докажет, что во внутренней борьбе человека добро побеждает зло, но покажет это совершенно в другом свете. Концепция спектакля не подразумевает, что Игорь неудачник, а подразумевает, что Игорь патриот своей страны, что это человек, который потерпел поражение, потерпел крах, раскаивается, мучается этим. Но, тем не менее, находит в себе силы для того, чтобы вернуть себе честь, славу и отстоять свой город. Какая она на все века опера и как она сегодня мощно отзывается в современности, в том, чем живут люди. Потому что, вы понимаете, человек поменялся меньше всего за это время. Меньше всего он также любит, ненавидит. Он точно так же способен на подвиг и на очень большое предательство. И точно так же есть люди благородные, и есть люди очень неблагородные и нечистоплотные. Это все осталось. Это опера на века. Постановка длилась более года, а если быть точным, то 29 апреля 2018-го режиссер приступила к работе над спектаклем. Для Галины Голковской важно ответить на вопрос, зачем князь Игорь пошел в поход. Но ответ зритель увидит уже в спектакле. А пока поговорим о музыке. В истории мирового музыкального театра опера «Князь Игорь» – одна из самых многострадальных, но в то же время счастливых опер. Счастливых не по сюжету, а по признанию слушателей. Так, чем же по-прежнему привлекает эта опера? Прежде всего, великолепная музыка и неисчерпаемая энергетика. Претерпело множество изменений редакции. И начал эти изменения редакции друг Бородина, римский Корсаков. И композитор, тогда очень молодой, но почитавший Бородина, Александр Голозунов. В нашем театре мы ставим свою авторскую, принадлежащую театру, редакцию, которая будет отличаться от многих, которые были поставлены в разных театрах. Изюминка постановки – обращение к ранее неизвестным музыкальным материалам. Обновленная партитура князя Игоря заинтересует как широкую публику, так и профессионалов. Ведь музыкальный материал оперы значительно перерабатывался и пополнился новыми страницами авторства Александра Бородина, которые раньше в оперу не включались. А какими будут костюмы и декорации? Древняя Русь ассоциируется у нас с расшитыми кафтанами и деревянными палатами. А чего ждать в новой постановке князя Игоря? Как отмечает художник Вячеслав Окунев, это будет героическая сказка. Но художники не говорят о своих работах. Работы говорят сами за себя. Было много очень редакций постановочных князя Игоря, которые актуализировали это произведение. Оно, безусловно, о противостоянии Запада и Востока. Были актуализации этого конфликта, маковые соломки с тоталитаризмом в постановке Метрополитена Перра и много-много разных версий. Мы решили, что будет зрелище, это будет такая легенда, которую зритель, наверное, давно не видел. Опера не будет легко восприниматься, это точно не назовешь комедией. Но сходить стоит как минимум для того, чтобы найти выход из сложной ситуации и расставить для себя все точки над «и». Премьера состоится 15 и 16 сентября в Большом театре Беларуси.